Кашан, смотри, видишь, у меня глаза голубые. Голубые? У тебя тоже голубые. В общем, белесые, а у татарина черные? Я спрашиваю, у татарина черные? Так, сейчас, не скажу. Какие? Какие глаза у татарина? Татарские. У татарина татарские. Нет, азиатские. Отпустите меня, гражданин начальник, я в тюрьме повешусь. Можно без привлечения сказать, что Андрей Болтнев является потомком знаменитой актерской династии. Его дед Константин Добжинский и бабушка Нина Иртенева в середине 20 века блистали на сцене театра, собирая награды и титулы. Мать актрисой не стала, а вот маленький Андрюша с самого детства проявлял артистические наклонности. Он любил разыгрывать близких и не раз слышал о том, что его будущее предопределено. В 1951 году, когда мальчику было всего лишь 5 лет, скончался его отец, Вячеслав Тусов. Вскоре мать вновь вышла замуж за моряка дальнего плавания, который дал приемному сыну свою фамилию. Именно отчим развил в мальчике такие важные черты характера, как терпение, упорство и сила воли. Без них, как позже признавался актер, ему бы никогда не стать знаменитым. После окончания школы молодой человек не сумел поступить в театральный вуз и ушел в армию. Два года службы ВВС лишь укрепили намерение Андрея Болтнева стать актером, и в 1970 году он поступил в Ярославское театральное училище. Жизнь актера полна перемен, поэтому выпускник престижного учебного заведения успел поработать во многих театрах Сибири и Юго-Востока Советского Союза, но в итоге обосновался в Новосибирске, где очень скоро женился. Супруга актера стала его надежным помощником и настояла на том, чтобы Андрей Болтнев не потерял свой талант в провинции. Благодаря ее настойчивости актер очень скоро получил эпизодическую роль в фильме «Торпедоносцы», а в 1984 году сыграл главного героя в фильме «Мой друг Иван Лапшин», благодаря чему в считанные дни стал знаменитостью. В 1985 году актриса Наталья Гундарева настояла на том, чтобы Андрей Болтнев переехал в Москву. Ему было предложено место в труппе Академического театра имени Маяковского. Работа обещала быть перспективной и многоплановой. Поначалу она полностью захлестнула актера. Плюс ко всему приглашения сняться в фильмах стали следовать одно за другим. Режиссером импонировала не только внешность Андрея Болтнева, но и его манера держаться перед камерой, уверенность и некое чувство внутреннего превосходства. Действительно, даже его отрицательные персонажи вызывали у зрителя, если и не симпатию, то уважение. Именно таким был главный герой фильма «Противостояние» Кротов. Немецкий агент и преступник, который, тем не менее, запомнился благодаря своей харизме и умению быстро принимать решения. Всего Андрей Болтнев сыграл в кино около 50 ролей, приняв участие в съемках таких известных фильмов, как «Жизнь Клима Самгина», «Трудно быть богом», «Белые одежды», «Кодекс бесчестия», «Последние годы». Казалось бы, жизнь этого человека предопределена и обречена на успех. По сути, так оно и было, но личная неустроенность сломала актера. В течение 10 лет он безуспешно пытался получить московскую прописку и перевезти в столицу семью. Однако до конца своих дней он так и жил в общежитии, куда поначалу к нему приезжали жена и дочь. Вскоре встречи стали редкими. Общие знакомые сообщили, что у супруги появился другой мужчина. Андрей Болтнев начал выпивать и настолько пристрастился к алкоголю, что уже плохо себя контролировал. Это привело к тому, что 12 мая 1995 года он ушел из жизни во сне. У актера отказало сердце. Близкие отказались перевозить артиста в Новосибирск, поэтому коллеги по сцене приложили немало усилий, чтобы добиться погребения актера без московской прописки в столице. Вопреки семейным разногласиям, его дочь Мария Болтнева вскоре переехала в Москву и продолжила семейную актерскую династию. Она известна как исполнительница одной из главных ролей в популярном сериале «Глухарь». Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!